МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации Толерадоя компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко, глядите ухэтым выпуском. Для одних развитальный звонок, для инших долго чеканные каникулы. На школьном святе у одной из гомельских школ побывали наши корреспонденты. Сустреча самых активных и инициативных сегодня у Минску пройшел 43-й зъезд Белорусского республиканского союза молоди. Под надейной Аховой сегодня урочисты открыли новый будинок Рогачевского отдела департамента Аховы. А зараз об этой меньшем больше подробязна. Сегодня в установах адукации в Беларуси прогучал опошний звонок. Для больше чем 8,5 тысяч 11-ти классников Гомельской области ее назначают развитание со школьной партой и уступление у дорослое життя. Наш корреспондент Ганна Корольчук наведала одно з урочистых мероприемств в областном центре и познайомилась с селетними выпускниками. У середней школе номер 11 города Гомеля опошний звонок для выпускников по традиции ладится на открытой плясовце. Тем более, что теплое солнечное надворье сприяет проведению свята. Урочение у знагород за выдатную в учебу и перемоги у конкурсах. Широе пожадание выпускникам. А затем, бадай, самая кранальная частка линейки «Школьный вальс». Напереде былых школьников чекает дорослое життя. И яны, 50 юнаковых девчат за 11-х А и Б классов, да и его готовые. Наставники стверждают, что генерация усіми выпускниками. И каждый из их уже былых ученев мае таллинт для того, как быть по успеховому будущине. И не сподяются, что этому будут сприять и веды, отриманные подчас научание в школе. Сегодня наши дети очень четко оценивают свои шансы, свои планы на дальнейшую взрослую жизнь. Сегодня постепенно приобретают привлекательность рабочей специальности. Ну и, конечно же, все-таки по-прежнему большинство наших выпускников 11-го класса нацелены на учреждения высшего образования. Если говорить о сферах, то по-прежнему предпочтительными является экономическая сфера. Наши дети будут пробовать поступать в медицинский университет. И, конечно, вуз, который находится рядом с 11-й школой Билл Гуд, чьими студентами выпускники 11-й школы чаще всего и являются. Головные герои сегодняшнего свято, выпускники середней школы номер 11, як и большинство их одногодков, а пошний звонок сустрелили со смешанными почутцами. С одного боку, есть жадание худшей вступить в дорослое житё. С другого, разумение, что придется развитаться с вельми близким и родным, промушает сумовать. А пошний звонок – это пригожая завершение веселого и бесклопотного житёвого этапу под названием «Дзятинство». Выпускники выполнены – як бы не склаусе их лёс удалейшим, школьные годы и иные завсёды будут вспоминать, як самые счастливые. Как мы ездили в санаторий все вместе, как мы отдыхали, как сбегали с уроков, когда сургали за это учителя, то есть будет этого не хватать. Конечно, жалко, больше всего запомнились выступления, уроки, учителя. Ожидаем, конечно, хороших результатов на экзамене, поступления, чтобы не сидеть зря. Не зря же мы учились 11 лет. Ну, вот волнуемся очень сильно. 11 приступок застались и уминулым, и напереде маленьких дорослых чекают новые дороги и открытий. Будавать свою дорослую будущую каждому придется самостоянно и по-своему. Батьки и наставники выполнены – сгодным бахажом веда у запляшима и надеянными собрами побачь переодолевать житёвое выпробование выпускникам будет значно простей. Пожидаем, как в сторонке дорослого житя этих девчатых хлопцов были наполнены выключено яркими падеями и перемогами. Вы видели, какой сегодня красивый праздник был. Слезы на глазах выпускников. Я надеюсь, что они достойно будут дальше продолжать то, что им заложили здесь педагоги в этом прекрасном учебном заведении. Успеха им, широкая впереди жизнь. Пускай терзают, трудятся. Нам нужны любые профессии. Надеемся, что они не подведут нашу будущее. Это наша надежда, наше будущее, наше республики, нашего города Гомеля. С праздниковым. Анна Корольчук, Валерий Хапанько, телерадоакомпания «Гомель». На передней завершении чергового научного года молодых и итальяновитых жихаров нашего города ушановывали в Гомельским городским выканавчим комитете. Так, специальные премии Гомельского гагар-выконкаму достойны 40 наученцев установок гульной средней эдукации. Все лета ины стали переможцами заключного этапа республиканской олимпиады по учебных предметах. Перемога на олимпиаде – это коллективный поспех, досягнутый дякаучи упартости, метанакерованности и суместной прасы педагогам, наученцам и их батьков. Наша школа – это единственная школа в городе Гомеле, в которой есть изучение испанского языка. И мои родители захотели, чтобы я изучала довольно редкий язык и довольно нераспространенный вообще в Беларуси, в принципе. И мне понравилось и осталось. Я уже на протяжении нескольких лет езжу в Испанию, у меня там есть как бы моя родная семья, поэтому я могу сказать, что разговариваю, в принципе, на уровне носителя языка. Я изучаю язык с первого класса, я ездила в Китай, и мой папа со мной занимается изучением этого языка. Поэтому я думаю, что много приложила усилий для освоения хорошего. До речи, гоноровым знакомы значили и установы адукации, якая изробила наибольшую кладу с карбонку досягнение олимпиадников региона. Все летаёй стал Гомельский городский лицей номер один, наученцы якого отрымали одразу шесть переможных дипломов. А кроме того, отзначены и ведучие молодые спортсмены областного центра. Пятярым присуджены стипендии. Нахадаем традиции ушановывать наученцев, которые добились высоких выников в учебе и спорте уже 8 годов. За этот час уладальниками премии и стипенды стали больше, как 250 гомельчан. Первым секретаром Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодец стал Дмитрий Варанюк. Его обрав пленум ЦК, який пройшов сёння под час 43-го з'езда БРСМ, передая Белта. Ранее Дмитрий Варанюк займал посаду первого секретара Минского областного комитета организации. Новый секретар ЦК БРСМ окресли уголовную мету, якую ставить перед собой. По его словах, необходимо мкнуться до того, как каждый молодой человек хотел долучиться до этого руха, как бы все ведали, что БРСМ это тое место, где допомогут, где можно себя реализовать. У планах запустить новые интернет-порталы, коммуникационные пляцовки, как каждый молодой человек мог звернуться как с идеей, так и с проблемой. А БРСМ будет думать, как подтримать и допомогать реализовать добрые инициативы. Находаем от нашего региона на з'езду Минска отправилось 120 делегатов. Осягого объединения БРСМ выходит с выше 80 тысяч молодых же хоров Гомельской области. Под Аховой милиции у Гомельской области знаходится больше, как 36 тысяч объектов. Такая личба была гучена сёння по часу рачистых открытий нового будинку Рогачёвска отдела департамента Аховы. З умовами работы супрацовника у подразделения знайомился Олег Синцеров. Свою деятельность тогда и шай Рогачёвская межрайонная отделение Аховы начало у 1961-м. Поравновать тагочастные умовы працы с соперничными некорректно, а для одну лишь бы назвать можно. А почный будинок, где размещалось подразделение, попроще был, амалью в два с половые раза меньше за новой. Ранее он належивал предприемству по забеспечению нафтопродуктами, а для после проведенной реорганизации оказался непотребным. Докладную сумму, якая спотребилась для распроцовки проекта и проведения будовничных работ, у департамента Аховы не называют, а для кажуть, что у сё выконано выключено за властные сродки. Впечатляет подход такой достаточно прагматичный. То есть излишеств нет, но в то же время самые необходимые атрибуты для несения службы, в том числе и бытовые, спортивный уголок и так далее, всё это присутствует в достаточном объёме, поэтому оптимально, достаточно экономно, я бы так сказал. Створение належных умов для супрацовников – одна из головных задач для любой администрации. И департамент Аховы в этом плане не выключением. Тем больше, что праца у милиционеров лёгкой не была николи. Сегодня под Аховы подразделением Гомельской области знаходится больше 36 тысяч объектов. С початку года по сигналу тревоги на Рады выезжали свыше 25 тысяч разов. Не то, как теплые умовы оказывали негативный вплыв на выники службовой деятельности, а лекалияны, отвечающие сучасным потребованиям, працевать всё-таки больше зручно и приемно. У старым будинку такого не было. Покой для приёма ежи. Тут всё самое необходимое – холодильник, микрохваливая печь, чайник. Далее попить грабаты в день открытия можно с такими цукерками. Хоть только работа будинка у Рогачёвы не обмежавались, зарабили прицовку для строевой подрихтовки и спортивных занятков, теперь у местовых отделов Департамента Аховы есть еще и властная база. Ранее для проведения этих же занятков по физической подрихтовке приходилось домовляться за администрацией городского стадоёна, те средних школ, где есть спортивные залы. Плюс полоса перешкод для тренировки собак в этом году на Гомичине за их допомогой уже затримали 25 золочинцев и ещё один момент, на который звернули увагу в деньнике мероприемства. За уведением эксплуатации будинка Рогачёвского отдела Департамента Аховы колькость объектов, которые не выкористовались, сменшилась на ещё одну одинку. Мы находимся в Рогачёве. Два года назад мы украсили этот город, сделали его европейским. Поэтому для меня важно, что этот объект ещё дополняет то, что было сделано два года назад. Поэтому только спасибо. Олег Синтеров, Игорь Марыченко, телерадиокомпания «Гомич» с Рогачёва. У столицы Македонии Скопье пройшёл чемпионат Европы по боротьбе сяруд юнакоу. Команда Беларуси завоевала на континентальном першинстве шесть узнагород. Унесли свою кладу в медальную скорбонку краины и гомельские спортсмены. С призёрами сустрелся Максим Савин. Одна узнагорода на рахунку представников грека-рымской боротьбы. Приемно, что упрызы трапил гомельчанин. Глеб Макаренко выиграл сребро. Прозвище Макаренко для белорусской грека-рымской боротьбы знаковое. В 2004 году на Олимпиаде у Афины гомельчанин Вячеслав Макаренко завоевал бронзовый медаль. И вот сейчас семейные переможные традиции протягивает сын. Вядом аж под кировництвом батьки. Братьбу Глеб выбрал сам, не глядячи на заполоховый не Вячеслава, что будет тяжко. По словах бронзовых олимпийских аппризёров, тренировать сына не просто. Однако не яких особливых относится няма. На тренировцы усеровные. Выполняет всё, что скажу, но каких-то претензий к нему нет. Он выполняет всё. Он слушается. И не могу сказать, кроссы, когда он плохо бегал, тоже его не жалел. Он пошёл на лишний круг, потому что не вложился во время. И так будет для всех. У минулого года на чемпионате Европы сиротшкольников у Сербии соступил у схватцы за бронзу и стал пятым. Тогда он побяться в батьку, что на наступном континентальном першинстве Бузина-Пьедыстале год у партой працы принёс выник. Боролся я четыре схватки. Первую боролся с венгром, вторую я боролся с шведом и в полуфинале с украинцами. Первая схватка была наиболее тяжёлой, а остальные уже полегче. В финале Глеб соступил довольно мощному непогодах россиянину. Правда, всё было не так однозначно. У беларуса был шанс на перемогу. В стойке Глеб практически ничего не проиграл. Проиграл во втором периоде, потому что уже шёл ва-банк, открылся. А первый период только в партере. Он его чисто физически сделал эти накаты. Ну и был шанс у Глеба. Он держал его на мосту, там буквально секунд 20. Если бы дожал, и тушей было бы. Ну, при счёте даже вот этим конем был. 7-3 счёт не в пользу Глеба. И тушей эта победа была бы тогда. Часу отпочевать не мап. Раз месяц Глеб отправится на чемпионат света, который отбудется у Хорватии. Подрыхток уже распочалась. Триумфальным отрымался минулый континентальный чемпионат для команды девчат. Пять медалёв, три из яких золотые и два бронзовые. У ликопризёров Инна Вученко Гомельского училища Олимпийского резерва Надея Буланая. На старте турниру белорусская без проблем перемогла суперниц Финлянды и Молдовы. У полфиналей сустрелась с итальянкой. Схватка завершилась у ничью 2-2, однако финал трапила спортсменка из Италии. А пушные результаты у Найдени было на ее рахунку. У поядынку за бронзу Надея была мацнейшей за представницу Польши. За выход в финал немножко не хватило, может не подумала тактически где-то, вот так вот. А за третье место я была настроена очень, я сама себе думала, нужна эта была медаль. Настроилась и Надежда Михайловна тоже настраивала меня очень сильно. Вот вышла, ну я была готова побеждать. У бородьбу Надея трапила, можно сказать, выпадкова, родом спортсменка звездки Кирова-Наравлянского района. Три годы тому девчина приехала у гостя до своей сестры, якая навучалась у училища на отделении бородьбы и наведала тренировку. Заслуженный тренер СССР Российской Федерации Беларуси Георгий Джангиров нечто зауважу у девчинцы. Чуть все не подвяло прославленного тренера. У партия працавитая и мета накераванная. Так характеризуя свою выхованку тренер Надея Михайлкова. Сама спортсменка у мотивации потребы немая. Я на этом не собираюсь останавливаться, мне еще больше хочется и будем работать. У меня есть цель и я постараюсь ее добиться. Мэтта, которую ставить перед собой Надея, заразумелая олимпийский пьедыстал. С такими относинами до справы у ЯЕ есть на это все шансы. Максим Савин, Настасья Кучинская, Игорь Марышенко. Телерадио и компания «Гомель». С іншими спортивными новинами вас познайомить мой коллега Михаил Садовский. Зараз у эфиры «Де факто», а я с вами разведываюся. Усяго доброго и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь 4» продолжает «Де факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В России арестовали второго участника разбойного нападения на жителя Гомеля, произошедшего в августе прошлого года в Романовичах. Напомним, преступление было совершено вечером 11 августа 2017 года. Тогда 22-летний гомельчанин разместил в интернете объявление о продаже мотоцикла «Сузуки». Встреча с покупателями из Курской области России произошла в деревне Романовичи Гомельского района, куда продавец добрался на мотоцикле «Ямаха». Россияне, избив продавца, завладели двумя байками и скрылись с места преступления. Одного из них сотрудники ГАИ задержали у границы Российской Федерации. Второму на «Сузуке» удалось скрыться на территории соседнего государства. Первого в январе текущего года Гомельский областной суд признал виновным в покушении на убийство, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц. 23-летнего россиянина приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Второго по запросу белорусских правоохранителей задержали 16 мая. Ему было предъявлено обвинение по статье «Разбой» и покушение на убийство Уголовного кодекса Российской Федерации. Судить его будут в России. Сегодня ночью спасатели Мозырского районного подразделения МЧС выезжали на ликвидацию возгорания автомобиля в городе Мозыре. По прибытию к месту вызова первых подразделений МЧС на улице Интернациональной происходило открытое горение автомобиля. Пожар был ликвидирован спасателями. В результате пожара был поврежден грузовой отсек и салон автомобиля «Газель». Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Органы внутренних дел проводят проверку по факту госпитализации 7-летнего ребенка из Добружского района в больницу с диагнозом алкогольное опьянение тяжелой степени. Выяснилось, что в субботу мать, уходя на работу в ночную смену, оставила сына под присмотром своего младшего брата. Этим же вечером 16-летний подросток взял своего племянника с собой на близлежащий водоем, где на берегу втроем вместе с товарищем они распивали водку и пиво. По дороге домой ребенку стало плохо. Алкоголь на малолетних детей и подростков воздействует очень токсически. В связи с отсутствием у подростков и детей приобретенной толерантности к алкоголю, все негативные влияния алкоголя проявляются при совсем незначительных дозах, концентрациях алкоголя в крови. Сначала возникает психомоторное возбуждение, неадекватное поведение, затем очень быстро наступают потери сознания, судороги и смертельный исход может наступить в результате остановки дыхания, либо сердечно-сосудистой недостаточности. Также в этот период возможна аспирация, механическая асфиксия вследствие аспирации желудочного содержимого. Добавим, что сегодня в школах прозвучал последний звонок и уже традиционно из-за школьных праздников в Гомеле ограничивают продажу спиртного. С 8 утра сегодня и до 8 утра завтра алкоголь в магазинах не будут продавать. Запрет распространяется также на слабоалкогольные напитки и пиво. Кроме этого, в Беларуси разработан законопроект о введении запрета на продажу алкоголя лица младше 21 года. На данный момент возрастной цен составляет 18 лет. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После Дмитрия Лось мощно пробился штрафного. Спустя минуту после второго взятия ворот еще одним голом завершилось подключение к атаке галкипера Гомельчан Юрия Дегтяренко. Арчил Сибисквирадзе поразил пустые ворота ВРЗ. Во втором тайме Дмитрий Рябцев один мяч отыграл. Итог 3-1 в пользу Литтельмаша и 2-0 в серии. Третий поединок противостояния состоится 2 июня в Гомеле. В случае победы команда из Лиды отпразднует чемпионство. Кстати, уже известен обладатель бронзочемпионата. Столица в серии за третье место обыграла Оршанский Виттен. Накануне двумя поединками завершилась игровая программа 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Витебск обыграл Слуцк. Брестская Динамо и Могилевский Днепр сыграли в ничью 1-1. В турнирной таблице лидирует Батэ. Кстати, в девятом туре борисовчане потеряли свои первые очки, сыграв ничью с Ислачью 1-1. На второй строке располагается столичная Динамо. На третьем Гродненский Неман. Гомель в девятом туре, проигравший солигорскому шахтеру, обитает в зоне вылета. В десятом туре подопечные Алексея Меркулова на своем поле сыграются столичным лучом. Новичок высшей лиги располагается на десятом месте. Матч на стадионе Центральный 2 июня начнется в 18.45. Всю жизнь на одном месте и на любимой работе заслуженный тренер Республики Беларусь Галина Войтикунас отметила 80-летний юбилей. Тренировать Галина Яковлевна начала почти 60 лет назад. И все это время в трудовой книжке только одна запись Гомельская с дюшер номер 4. Работала на отделении художественной и спортивной гимнастики. Сейчас воспитывает акробатов. Победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Несколько мастеров спорта международного класса. Множество мастеров спорта Беларуси и Советского Союза. Это то, что у Галины Яковлевны уже есть за плечами. Новых успехов талантливых и старательных воспитанников жизненного и профессионального долголетия юбиляру желали друзья-воспитанники, коллеги. Я люблю свою работу. Я люблю, когда получается у детей, когда получается у детей, не у меня, а у детей. Я это люблю. Я вижу, как дети растут, как дети развиваются. Вот учился плохо-плохо, смотришь, вот Димка Яценко, он закончил три института, три. Ну как не радоваться? А смотришь, еще кто-нибудь такой же, как Димка будет. Я люблю детей. Я люблю свою работу. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4. Субтитры подогнал «Симон»